Я верю, что мы живем в один из наиболее ответственных моментов для христианской церкви. Нужно, чтобы буквально каждый человек исполнил свое предназначение. Для церкви пришло время осознать, весь мир ожидает то, что можем дать только мы, верующие в Бога. За последние 40 лет мы потеряли жизненно важный принцип — почтение. Джон Бивер берет вас с собой в жизнеизменяющее путешествие, в котором вы откроете для себя силу и благословение почтения. Праведник будет вознагражден на земле. Серия награда за почтение радикально изменит вашу точку зрения и высвободит благословение Божие в вашей жизни. Что происходит, когда вы оказываете почтение своим детям? Вы высвобождаете наследие. В этом важном и актуальном учении Джон углубляется в Писание для того, чтобы помочь вам открыть сокровища награды за почтение. Благодаря тому, что я оказываю им почтение, их дар расцветает. Потому что Бог — воздоятель, и Он хочет вознаградить вас. Откройте для себя силу. Откройте для себя благословение. Откройте для себя награду за почтение. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Откройте 10 главу Евангелия от Матфея, и в то же время положите загладку на 12 главе послания к римлянам. Сделаем краткий обзор. Иисус сделал это утверждение в Евангелии от Матфея в 10 главе, в 40 стихе. Пока вы открываете это место, позвольте мне напомнить вам. В своем втором послании, в 8 главе, апостол Иоанн говорит, «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Раз здесь говорится о полной награде, то это значит, что есть сценарий с полной наградой, и есть сценарий с наградой частичной. Интересно, что Иоанн не говорит, «Эй, дружище, живи так, чтобы получить частичную награду». Он не говорит такого, Он говорит, «Живите так, чтобы получить полную награду». Не знаю, как вы, но Я хочу получить полную награду, потому что Бог – воздоятель, и Он хочет вознаградить вас. Будучи отцом четырех сыновей, Я знаю это, Я очень хочу вознаграждать их. Я знаю, что точно так же и Бог, Он хочет вознаграждать нас. Иисус сказал о том, как получать награду с небес. Интересно, если вы прочтете в Евангелии, то там сказано, что все, кто почитал Иисуса, они получат полную награду. Те, кто недостаточно почитал Его, почитали Его частично, получат очень маленькую, частичную награду, а люди, не почитавшие Его, не получат никакой награды. Незадолго до распятия Иисус сказал, «Я ухожу». Евангелие от Луки, 13 глава, 35 стих. Он сказал, «Я ухожу, и вы не увидите Меня, пока не… Скажите тому, кого Я пошлю во имя Мое, благословен грядущий во имя Господне». Иначе говоря, «Я ухожу, вы больше не увидите Меня, до тех пор, пока вы не почтите того, кого Я пошлю вам во имя Мое». Почему? Потому что Иисус сказал, «Принимающий вас, принимает Меня, а принимающий Меня, принимает пославшего Меня». Верно? Другими словами. «А оказывающий честь вам, в свою очередь, оказывает честь Мне, а оказывающий честь Мне, оказывает честь пославшему Меня». Так что, когда мы оказываем честь тем, кого Бог посылает нам, мы чтим Бога, и помните, Бог говорит в 1 Книге Царств, 2 главе, 30 стихе. «Я почту почитающих Меня». Послушайте, что говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 10 главе, в стихах с 40 по 42. «Кто почитает вас, почитает Меня». В вашей Библии сказано, «Кто принимает вас, принимает Меня». «Принимать» значит «почитать». Скажите это вместе со мной. «Принимать» значит «почитать». «Кто почитает вас, почитает Меня». Вот так я буду читать это место. А кто почитает Меня, почитает пославшего Меня. Кто почитает пророка, это человек в нашей жизни, обладающий властью. Мы подробно говорили об этом на предыдущих собраниях. Во имя пророка получит награду пророка. Все скажите награду. Он продолжает. «И кто почитает праведника, во имя праведника, получит что? Награду праведника». Все скажите это. «И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды, во имя ученика?» Здесь говорится о людях, ниже нас по статусу. Истина, говорю вам, не потеряет награды своей. Итак, мы подробно поговорили о том, как оказывать честь своим лидерам, людям, обладающим властью. Далее, в 41 стихе, Иисус говорит о почитании праведника. Кто такой праведник? Это человек, находящийся на одном с нами уровне власти. Хорошо, есть много людей, находящихся на нашем уровне. Если мы почитаем их, то благодаря этому получим награду. Я начну с того, что расскажу вам классное свидетельство о награде за почитание тех, кто находится с нами на одном уровне. Несколько лет назад мы отправились в семейный круиз. Мы вернулись из круиза, сошли с корабля, и я позвонил нашему начальнику отдела кадров, потому что у нас довольно много сотрудников. Он сказал мне, «Джон, я хотел бы тебе кое-что сказать, и скажу сейчас». Он сказал, «Пастор такой-то из Колорадо Спрингс нанял такую-то из числа наших сотрудников». Одну из наших сотрудниц. Когда он это сказал, я был вне себя от гнева. В следующие несколько дней я провел в молитвенной комнате, пытаясь разобраться со своим сердцем, потому что я очень на него рассердился. Понимаете? День за днем я молился об этом, и вот я в своей молитвенной комнате, и Господь говорит, «Прости его». Я сказал, «Хорошо». Тогда он сказал мне вот что. Он сказал, «Сын, я хочу, чтобы ты отдал ему свои часы». Во время круиза мы были на Ямайке, а там часы продаются по очень хорошим ценам. Понимаете? Я купил часы за полцены. Это были классные часы. Ситизен. Сделаны по совершенно новой технологии. Они смотрелись просто отлично. Я был так рад. Я привез их домой и ни разу еще их не одел. И Господь сказал отдать эти часы. Стоя в своей молитвенной комнате, я заулыбался, а потом рассмеялся. Я сказал, «Боже, ты такой удивительный. Ты защищаешь нас обоих. Ты защищаешь меня от того, чтобы меня мучил гнев и негодование. Ты защищаешь наши отношения друг с другом. Ты защищаешь своих сыновей». Сейчас я вспоминаю об этом с радостью. Преодолев эту проблему, я подумал, что могу позвонить ему. Я набираю его номера, и оказывается, что он допустил серьезную ошибку. Забыл мне позвонить. Он сказал, «Джон, я так виноват». Я сделаю все, что угодно, чтобы все исправить. Все, что угодно. Я сказал, «Ничего делать не надо. Я прощаю тебя. Я люблю тебя». Это для нас обоих урок. Мы усвоили его. Так что все нормально. Мы все обговорили, и теперь все нормально. В конце разговора я сказал, «Послушай, можно я зайду к тебе в офис на этой неделе?» Он, помолчав, сказал, «Хорошо». Наверное, он подумал, что есть еще какие-то проблемы помимо этой. Я взял часы, пришел к нему в офис и сказал, «Послушай, когда я молился за тебя, Господь положил на мое сердце отдать эти часы тебе». Он посмотрел на меня с широкими от удивления глазами и сказал, «У меня не было часов». Я говорю, «Ты шутишь? Как это не было?» Он сказал, «Не было, но я верил, что будут». Я сказал, «Вау!» Я вытащил часы из коробки, в которой я их принес, но тут оказалось, что его запястье намного шире моего. Часы не подошли. Я сказал, «О, я оставил запасные звенья там, в магазине, на Ямайке». Он сказал, «Не беспокойся, я сам все сделаю». Но я взял часы, наладил их, а потом снова вернул ему. Вот так. Все было отлично. Я сблизился с этим человеком, как никогда раньше. Ни гнева, ни обиды больше не было. Я сидел и смеялся, радуясь тому, как Бог удалил этот гнев из меня. Через пару недель мой сотрудник по работе с человеческими ресурсами сказал мне, «Мы только что наняли новую сотрудницу по международным связям. Ее зовут Дорси». Если когда и была женщина с храбростью тигрицы, то это была она. Я никогда не видел человека, который бы с такой страстью доносил Евангелие до народов мира, как эта женщина. Окей. Она приходит к нам на работу, и знаете, что она делает в следующие 9 месяцев? Давайте я поделюсь с вами вот этим. Хорошо? Леди, которая была до нее, довольно хорошо справлялась со своим делом. За 9 месяцев количество языков, на которые было переведено Евангелие, возросло с 18 до 23. Но она перевела еще на 5 языков. Я хочу объяснить вам. Когда вы владеете 18 языками, в их число входят такие, как французский, вы понимаете, о чем я говорю? Испанский – это легкий язык. Русский. Дальше прибавлять новые языки становится сложнее. Она увеличила количество с 18 до 23. Это была хорошая работа. И я был доволен. Дорси за 9 месяцев, за то же самое время, что и прежняя леди, увеличила количество переводов с 23 до 40. До 40! До того, как она ушла. Знаете, она подошла ко мне и сказала, «Мне надо идти в народы мира». И знаете, что она еще сказала? Она сказала, «До того, как я уволюсь, я в течение шести месяцев подготовлю человека на мое место». Она нашла сотрудника, очень похожего на нее, полного страсти к проповеди Евангелия. Его звали Ди. И они вместе довели количество переводов до 47 языков, понимаете? Я сижу там и восклицаю. Вот так награды. Я почтил того пастора, так? Я отдал ему часы после того, как он неправильно поступил со мной. И Бог дает мне двоих людей, Дорси и другого человека, который будет работать так же хорошо, потому что она обучила его. Бог дал нам с Лизой человека, который довел количество переводов с 23 до 40. И я воскликнул, «Какая награда!» Потому что для меня это лучшая награда из всех. Нет ничего лучше, чем доносить до людей благую весть. И знаете что? Дорси сделал так, что среди этих языков были такие, о которых я даже не могу сказать нашим партнерам по служению. Потому что если бы я сказал, это вызвало проблемы в тех частях мира. Иначе говоря, это те страны, где происходят гонения на верующих. Печатается 15 тысяч евангелий за один раз. Я сидел и радовался о том, какую награду дал мне Бог. Понимаете? Но на этом все не закончилось. Бог сказал, «Я отдам тебе к этой награде украшение. У тебя есть торт». Но теперь я отдам тебе то, что украсит его. Через пару месяцев я проповедовал в церкви. Это было утром в воскресенье. Пастор пригласил меня на ланч. Мы пошли в ресторан, и вот мы вместе оказались в туалете. Мы помыли, высушили руки, и тут этот бизнесмен смотрит на меня и говорит, «Джон, какие вы хотите часы?» Я ему отвечаю, «Что?» Он говорит, «Какие бы вы хотели иметь часы?» Я говорю, «Вы ее и вправду хотите знать?» Он говорит, «Да, да, я хочу знать, какие вы хотите иметь часы». Я сказал, «Ну, раз вы хотите знать, то я вам скажу». Я сказал, «Я хочу Брайтлинг». Объясню вам, эти часы изготовляются на заводах Бентли Моторс. Это очень, очень дорогие часы, понимаете? За два года я видел такие часы на руке одного человека. Вначале их изготовляли специально для пилотов. Я люблю летать, хотя я и не пилот, но мне это нравится. Тогда я подумал, «Вау, какие красивые часы!» Такие часы можно найти не в каждом городе. В Колорадо Спрингс вы их не найдете. В одном городе мы с Лизой видели такие часы. Я посмотрел на цену и сказал, «О, нет, но я хотел иметь именно такие». Об этом я и сказал этому бизнесмену. Тогда он закатывает свой рукав, и у него на руке совершенно новые часы, высшего качества, которые делают для пилотов. Он мне говорит, «Джон, когда вы проповедовали сегодня утром, Бог сказал мне отдать эти часы вам». Эти часы стоили в 35 раз дороже тех, что я отдал. После этого я подумал, «Вот что я вам скажу. Каждый раз, когда я смотрю на эти часы, я вспоминаю, что это подарок от моего отца». Честно вам скажу, самый большой подарок, который Бог дал нам с Лизой, это человек, который перевел наши книги более чем на 40 языков. Но знаете, каждый раз, когда я смотрю на эти часы, я говорю, «О, отец, ты вправду меня любишь? Ты в самом деле любишь нас». Вот что сделает Бог, когда вы почтите людей, особенно тех, кто поступили с вами неправильно. Вы понимаете? Надеюсь, что это вам понятно, потому что мы рассматриваем эту тему уже девять собраний. Почитать — это значит любить по-настоящему. Все скажите «любить по-настоящему». Для настоящего почтения требуется святой страх и безусловная любовь. В 12-й главе послания к римлянам сказано. Давайте сейчас откроем 12-ю главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы прочитали это место. В послании к римлянам. В 12-й главе, в 9-м и 10-м стихе говорится, «Любовь да будет непритворна. Ненавидьте зло. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу. С нежностью. В почтительности отдавайте предпочтение друг другу». Этим местом Писания сказано так много, и я хочу разделить его на отдельные пункты. Заметьте, что первое, о чем говорит Павел, о том, что любовь была нелицемерной. Таким образом, первое, что мы должны сказать, это то, что в истинной любви нет притворства, лицемерия. А каково определение лицемерия? Вот что говорится в словаре. Это сокрытие своего истинного характера или мотивов. Потому что определение лицемерия, еще раз, это сокрытие своего истинного характера или мотивов. Лицемерие – это характеристика людей, которые внешне на словах почитают вас, но внутри они вас критикуют, завидуют или даже презирают. Или же в ваше отсутствие они бесчестят вас и распускают о вас сплетни. Почтение несовместимо с притворством. Притворство ведет к обману, а за обман уже точно не получишь никакой награды. Вы можете сказать на это аминь? Павел продолжает. Давайте снова посмотрим это место в 12 главе. 9 стих. Любовь да будет непритворна. Ненавидьте зло. Прилепляйтесь к добру. Что имеет в виду Библия, говоря, что мы должны ненавидеть зло и прилепляться к добру? Попросту говоря, она имеет в виду страх Господень. Все скажите, страх Господень. Хорошо. В книге Притч, 8 главе, 13 стихе говорится, «Страх Господень – ненавидеть зло». Скажите вместе со мной, ненавидеть. Нет, скажите это с большой силой, ненавидеть. Страх Господень – все скажите, ненавидеть. Ненавидеть зло – значит бояться Господа, верно? Страх Господень защищает нас от обмана. Он оберегает нас от слепоты лицемерного поведения. Давайте в связи с этим снова обратимся к Божьему исправлению, написанному в книге Исаии. Это книга Исаии, 29, 13. Слушайте внимательно. Не открывайте сейчас это место, потому что я буду читать из новой американской дополненной версии. «Так как этот народ приближается ко мне, устами своими, и чтит». Все скажите «чтит». «Меня языком своим, сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение или страх их предо мною есть заученная наизусть традиция». Их страх перед Богом есть заученная наизусть традиция. Все скажите «наизусть». Слово «наизусть». Я дам вам определение, послушайте внимательно. «Заучивать наизусть» значит «часто повторять слова или звуки без понимания значения или принципа». Повторите еще раз? «Часто повторять слова или звуки без понимания значения или принципа». Бог говорит, что люди чтут его своими устами, а в другом месте книги Исаии говорится «они не чтут меня своими действиями». Но их сердца в этом не участвуют, понимаете? Их страх перед Богом не настоящий, так же, как и их почтение. Как же обстоит дело? Бог говорит «из-за того, что у них нет страха передо мной, их почитание состоит из рутины, из чего-то, что попросту стало привычкой». Вы со мной? Рутина как раз и аналогична механическому заучиванию наизусть, понимаете? Такое очень часто встречается в наших церковных кругах. Мы так сосредоточены на том, чтобы быть вежливыми или крутыми или эффективными, что мы перестаем говорить искреннее от сердца. Так ведь? Страх Божий не дает нам забыть о том, что Бог во всех деталях знает каждую нашу мысль, каждое намерение, так же, как и каждое наше слово. Вот какое действие производит страх Божий. Знаете, что происходит с людьми, которые перестают бояться Бога? В своем представлении они низводят его на свой уровень. В Ветхом Завете лидеры народа говорили «Господь не видит, что мы делаем». Вот что делает отсутствие страха Господня. Человек в своем представлении низводит Бога до уровня другого человека, который не знает, что вы думаете. Чувствуете и делаете, от которого вы можете что-то скрыть. Если у вас есть страх Божий, вы знаете, что от Бога ничего не скрыть, верно? Почему? Потому что в 12 главе Евангелия от Луки Иисус говорит «Не бойтесь убивающих тела, но скажу вам, кого бояться?» Бога, который по убиении может ввергнуть в гиену вашу душу. Почему Иисус говорит это? Потому что раньше в стихах с 1 по 5 Иисус сказал «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Иначе говоря, все тайное, все сокрытое, открыто перед Богом. Бог знает все. Когда вы осознаете этот факт, Он открывает ваше сердце для страха Божьего. В 33-м псалме, стихах с 12 по 15 говорится, «Когда у вас есть страх Божий, то смотрите, что происходит. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Когда в вашем сердце страх Божий, вы не будете говорить коварные слова, вы будете говорить от искреннего сердца». Послушайте, так важно научиться поддерживать и защищать способность говорить от искреннего сердца. Именно это имеет в виду Иисус, когда говорит, «Бог ищет себе тех, кто будет поклоняться Ему в духе и истине». Греческое словосочетание «поклоняться в истине» означает «от сущности или сердца» человеческого существа. Бог говорит, «Я не хочу, чтобы вы приходили ко Мне, повторяя заученные молитвы. Говорите со Мной от всего сердца. Я проповедую лучшее, потому что некоторые из вас говорят «Аминь». Страх Господень». Все скажите, «Страх Господень». Страх Господень удерживает нас от механического повторения молитв, от неправильного почитания Бога. Мы должны жить в истине, а это возможно только через постоянное пребывание в страхе Господнем. Как ужасно жить, притворяясь? Только страх Божий может удержать нас от этого. Еще раз посмотрим 12 главу послания к римлянам. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру». А теперь обратите внимание на это местописание. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности. Отдавайте предпочтение друг другу». Почтение дает предпочтение другим людям, потому что ценит и уважает их. Павел говорит во 2 главе послания к филиппийцам, стихи с 1 по 5. Послушайте внимательно. Если вы хотите открыть это место, пожалуйста, филиппийцам 2 глава. «Итак, если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, какое общение духа, если есть, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любоприятию или по тщеславию, но посмиренно мудрю, почитайте один другого в высшем себя, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вы слышали? Никогда не забуду этот случай. В то время я был еще совсем молодым верующим. Это было в Далласе, Техас. Я ехал за рулем машины, и я знал, что эти слова говорит мне Иисус через Святого Духа. «Сын, ты знаешь, что я ценю тебя больше, чем себя». Я был тогда молодым верующим, и я подумал, «О, минуточку! Как это возможно, чтобы ты, Иисус Христос, ценил меня, какого-то Джона Бивера, больше, чем себя?» В какой-то момент у меня промелькнула мысль, «Должно быть, это дьявол, он старается, чтобы я начал думать что-то богохульное». Я тут же ответил, сказал, «Господи, я не могу это принять. Ты Иисус, ты Творец Вселенной, а я всего-навсего какой-то Джон Бивер». «Что значит, что ты ценишь меня больше? Приведи мне в подтверждение три места Нового Завета, а иначе я не смогу поверить в то, что ты мне говоришь». Знаете, у Господа не было проблем с этим. Я был молодым верующим. Это удивительно, потому что Бог говорит в первом послании Иоанна, 4 главе, 1 стихе, «Испытывайте духов». И я сказал, «Покажи мне это из Писания». Господь сказал мне, «Джон, что написано в послании к филиппинцам 2.3, это место Писания, которое я вам только что прочитал. Я знал его, потому что помнил его наизусть. Я процитировал его и сказал, «Ничего, не делайте по любоприятию, по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю, почитайте один другого в высшем себя». Господь сказал мне, «Вот первое место Писания». Я сказал, «Нет, нет, нет, нет». Павел пишет письмо филиппийской церкви, говоря тамошним христианам, «Почитайте один другого в высшем себя». «Тут ничего не сказано о том, что ты ценишь меня выше, чем себя». Он сказал, «Сын, я никогда не говорю своим детям, делать то, чего я не делаю сам». Он сказал, «В этом проблема многих родителей. Они говорят своим детям делать то, чего не делают сами. А потом они удивляются, почему, несмотря на то, что они сказали своим детям чего-то не делать, те все равно делают это. Разве не странно, когда родители говорят своим детям, «Не деритесь, не бейте друг друга», и при этом сами делают это? Вы понимаете, о чем я говорю? Господь говорил мне об этом. Вы со мной? Итак, Господь сказал, «Вот первое место Писания». Я сказал, «Что же, прошу тебя отдать мне еще два». Я все еще не был уверен. Тогда Он сказал мне, «Кто висел на кресте, ты или я?» Тут я умолк и услышал его следующие слова. «На кресте висел я, и я понес твое наказание. Я понес твои грехи. Я понес твой стыд. Я понес твою вину. Я понес твое обсуждение. Я понес твои немощи и болезни, потому что я ценю тебя больше, чем себя». У меня вырвалось. О, Боже! Первое послание Петра 2, 24. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Он сказал, «Вот второе место Писания. Говорю вам, я стал плакать. Теперь я знал. Я знал, и я сказал. Хорошо, какое же третье место?» Третье место было Римлянам 12, 10. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью. В почтительности отдавайте предпочтение друг другу. Я первородный посреди многих братьев. Я ценю своих братьев и сестер больше, чем я ценю себя». И знаете что? То, что Он сказал мне, относится к каждому из нас, рожденных свыше. Вы можете сказать мне, через пару минут я закончу. Джон, но ведь это Иисус Христос. Мы никогда не сможем любить так, как Он. Вот поразительный факт. Мы можем. Почему? Потому что в послании к Римлянам 5, 5 сказано. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». В тот момент, когда мы отдали свои жизни Иисусу, когда мы родились свыше, в вашем сердце есть эта любовь, которая Иисус любит и чтит нас. Позвольте привести мне доказательства этого из жизни Павла. Послание к Римлянам, 9 глава. Я хочу, чтобы вы послушали, что говорит Павел, потому что в этих словах вы увидите любовь Иисуса Христа. Павел пишет в послании к Римлянам, 3 глава, стихи с 1 по 3. Я прочту это место в новом переводе. «В присутствии Христа я говорю совершенную истину. Не лгу. Моя совесть и Дух Святой подтверждают, что то, что я говорю, правда... Мое сердце наполнено горько печалью и нескончаемым горем за мой народ, моих еврейских братьев и сестер. Я готов быть навсегда проклятым и отлученным от Христа, если бы это спасло их». Вы слышали, что он говорит? «Я готов быть навсегда проклятым, отлученным от Христа, провести вечность в аду, если бы это могло спасти моих братьев и сестер». Вот что я вам скажу. Когда я читаю эти стихи, меня охватывает волнение, потому что я еще не достиг такого состояния, у меня еще нет такой любви, а я хочу, чтобы была. Павел говорит в точности о том, что Иисус сделал для нас. Он поставил нашу ценность выше своей. Он понес наше наказание и спустился в преисподнюю. А Павел говорит, «Я тоже готов пойти в ад ради других». Это поразительная любовь. Поразительная. И вот что еще потрясло меня. Дух Святой сказал мне, «Джон, я бы никогда не позволил Павлу написать это, если бы он не чувствовал это в своем сердце». Потому что если бы он написал это, притворяясь, не от чистого сердца, то это было бы ложью, а в Писании нет лжи. Единственное, почему Бог позволил Павлу написать это, потому что он на самом деле это пережил. Вот так Павел почитал своих братьев. Если вы будете иметь такое же почтение, то вы получите от Бога невероятные награды. За последние 40 лет мы потеряли жизненно важный принцип – почтения. Джон Бивер берет вас с собой в жизнеизменяющее путешествие, в котором вы откроете для себя силу и благословение почтения. Праведник будет вознагражден на земле. Серия награда за почтение радикально изменит вашу точку зрения и высвободит благословение Божие в вашей жизни. Что происходит, когда вы оказываете почтение своим детям? Вы высвобождаете наследие. В этом важном и актуальном учении Джон углубляется в Писание для того, чтобы помочь вам открыть сокровища награды за почтение. Благодаря тому, что я оказываю им почтение, их дар расцветает. Потому что Бог – воздаятель, и Он хочет вознаградить вас. Откройте для себя силу. Откройте для себя благословение. Откройте для себя награду за почтение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, что смотрели программу «Посланник». Надеемся, что вы получили ободрение и укрепились в вере. Чтобы больше узнать о материалах нашего служения, о программах и расписании служений Джона и Лизы, посетите наш сайт messengerinternational.org. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok